Сейчас двухлетний Ян, как все дети, наслаждаясь редкими теплыми деньками, гуляет на улице и не вспоминает страшного дня, когда над его жизнью нависла угроза. Мама Елена с содроганием вспоминает момент, когда чуть не лишилась младшего сына. Говорит, если бы не помощь соседа и полицейских, то итог той истории мог бы быть совсем другим. Скорая сказала, вовремя приехали, потому что, я говорю, откалывали, потом ингаляции делали, маски. И мы там долго были, долго были, пока он себя не пришел, как бы ожил. Потом только нас на скорую увезли в детскую больницу. В тот день они были на даче, когда малыш начал задыхаться. Мы его уложили спать, и он начал просыпаться и плакать. Он так, наверное, два раза плакал, потом я на руки его беру, я слышу, что у него дыхание-то, ну, ребенка, зная, что не такое дыхание-то. А потом он начал вот так. Вот пока мы его везли вот до скорой, я вот его просто трясла, что рот открывало, что дышишь, у нас были окна открыты, все. Отзывчивый сосед быстро посадил Елену с ребенком в машину и повез в больницу в Вологду. Когда же машину на половине дороги остановили полицейские, Елена испугалась, что сейчас они потеряют драгоценное время. А оказалось наоборот. Остановили машину, у которой фара не горела. Водитель сообщил, что находится ребенок у него, который задыхается. Его попросили этого ребенка до скорой помощи, до станции скорой помощи довезти. Открыл заднюю дверь, то мне было видно, что ребенок на руках матери находился, так сказать, в тяжелом состоянии. Чтобы время не терять, также сообщив дежурную часть, решили сопроводить на патрульном автомобиле машину до станции скорой помощи. Соблюдая все меры для обеспечения безопасного движения, сотрудники ЕБДД быстро сопроводили машину с больным ребенком до ближайшей станции скорой помощи. Предупрежденные полицейскими медики уже ждали малыша с готовым оборудованием и лекарствами. После выписки из больницы мама спасенного мальчика поблагодарила полицейских за оперативность. Большое им спасибо, просто огромное. Ребятам. Мы доехали быстро, да, ну понимаете, такая ситуация была, что даже не успела их имена спросить. Вот поэтому пришлось мне благодарность высказывать. Все оперативно получилось. Сработали, отреагировали. Также огромное спасибо ребятам. Редактор субтитров А.Семкин